Продолжим тему с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Усковым. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с нового года ожидается появление единого регионального оператора по утилизации отходов. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Тема очень интересная и актуальная на сегодняшний день. Теперь на всей территории Московской области будет возложен на так называемого регионального оператора. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации о проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответственно, в марте 2018 года в Московской области был проведен конкурс. Вся Московская область разбита на семь так называемых кластеров. И по каждому кластеру был путем открытого конкурса определен региональный оператор. Ленинский муниципальный район попал в Каширский кластер, в состав которого входят 13 муниципальных образований. Нашим региональным оператором становится так и называемый и называется Каширский региональный оператор. В соответствии с этим постановлением правительства и по итогам конкурса, все юридические, все физические лица, находящиеся на территории Ленинского района, обязаны с 1 января 2019 года иметь договора непосредственно с Каширским региональным оператором на сбор, вывоз и утилизацию так называемых твердых коммунальных отходов. Но самое важное, что мы получаем с 1 января, это раздельный сбор мусора. Да, вот это как раз я хотел еще один, второй вопрос задать, вы его предвосхитили. Действительно будет раздельный, мы ожидаем раздельный сбор мусора, а как это отразится на жителях муниципалитета, что им делать, скажем так? Ну, большинство жителей нашего Ленинского района проживают, конечно, в многоквартирном жилом фонде. Всего у нас 916 многоквартирных домов, их обслуживают 38 управляющих организаций, из которых 10 ТСЖ и 28 управляющих компаний. Так вот, я хочу поблагодарить, во-первых, руководителей всех этих компаний, все подписали договора с региональным оператором на вывоз мусора. И теперь, вот на территориях управляющих компаний, организаций, на всех 500 мусоросборочных площадках будут находиться контейнеры двух цветов, серый. Это для сбора так называемых коммунальных отходов, а вот голубой или синий контейнер, о котором я сейчас скажу, в него будут накапливаться 4 вида отходов. И вот мы специально для жителей вот такие брошюры, такие вот листовки распространяли, разложили в каждый ящик, на всех информационных счетах, у подъездов, 18 тысяч таких листовок. И здесь мы жителям показываем, что будет и серый, и голубой контейнер. Так вот, в серый контейнер смешанные отходы будут попадать, средства личной гигиены, емкости, пищевые отходы, а в синий контейнер пластик, металл, макулатура и стекло. Соответственно, первые 44 контейнера синего цвета мы получили вчера, они у нас находятся на базе, и к 1 января жители увидят вот эти вот новые сетчатые синие контейнеры. И, конечно же, жители обратят внимание, что синие контейнеры будут вывозить синие мусоровозы, а серые контейнеры, которые сегодня у нас во многих площадках установлены, их будут вывозить серые мусоровозы. Конечно же, тема очень актуальная. Мы с вами должны добиться, чтобы в 2019 году на наши полигоны на захоронение попало не более 50% всех отходов, собираемых на территории области. Мы приглашаем жителей к этой работе и будем усиленно продвигать эту идею и законные действия нашего правительства. Спасибо, что пришли к нам на эфир, так подробно обо всем рассказали. А я напомню, что мы беседовали с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Усковым. Продолжение следует...